МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После того, как закончился кастинг Брестской области, поющие города-3 объявляют неделю области Витебской. Юрий Жагамонт и Саша Каштанова передают свои полномочия ведущим дневников этой недели Антону Мартыненко и Екатерине Забинько. Да, это не Рио-де-Жанейро. Здрасте, приехали. Кристина, ты будущий педагог по вокалу. Живешь в Витебске, при этом увлекаешься архитектурой Древнего Египта. Да, это так, но, к сожалению, пока что заочно не удалось там побывать. Что значит не удалось побывать, если ты живешь в Витебске? Это же самый настоящий белорусский Египт. Есть свои древние египетские животные. Здесь есть самое главное градообразующее сооружение. Это знаменитый египетский сфинкс, позади которого находится не менее знаменитая египетская пирамида. В общем, тебе срочно пора менять мечту. Я мечту менять не буду, но я также буду мечтать о проекте «Поющие города». «Поющие города». Три. Скажи три, котенок. СМЕХ По итогам прошедшей недели справедливо отметить, что жюри было беспристрастным. Продюсер Святослав Бозняк отобрал для своей творческой группы ровно шесть лучших исполнителей. Запомните этих людей. Возможно, кто-то из них станет победителем шоу «Поющие города. Три». Ура! Приехали! И можно сказать, что настоящее волнение начинается именно сейчас. Разные возрасты, профессиональный уровень, но каждый конкурсант сейчас чувствует себя абитуриентом перед вступительными экзаменами. Волнуются не только конкурсанты, но и члены жюри, которые чувствуют всю ответственность перед участниками. В проекте «Поющие города» я принимаю участие уже не в первый раз. Судить людей, которые сейчас, я вот прошусь по коридору, волнуются, реально волнуются. Кто-то распевается, кто-то репетирует. И вот так вот после их выступления сказать там свою фею, или мне понравилось. Но все-таки здесь нужно отдавать себе отчет, что это сделать. Полторы минуты. Именно столько дается участнику на выступление. Удастся ли им за это время показать все, на что они способны, и заинтересовать жюри и творческую группу? Когда дается, скажем так, одна попытка конкурсантам, хочется, чтобы они максимально проявили себя. То есть обычно я всегда своим студентам, своим учащимся говорю, что нужно свои недостатки прятать. Подальше. То есть выпячивать самое лучшее. То, что там диапазон, значит диапазон. Харизма, значит харизма. Танцы, значит танцы. Конкурсанты надеются не только на свои силы, но и на счастливый случай. Например, встретить земляка среди жюри. Хотя в действительности это ни на что не влияет. Витебская область. Это моя родина. Для меня это очень важно. И мне посчастливилось, что именно в Витебскую область я буду представлять как член жюри в составе, скажем так, команды из профессионалов. Пускай сейчас конкурсанты для нас просто незнакомые люди, но в течение недели мы познакомимся с ними ближе, и у нас появятся фавориты, за чьей судьбой мы будем следить особенно пристально. И не забудьте в субботу на СТВ кастинг-шоу «Поющие города 3» Витебская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин